Трёхангельская весть Пастор Стивен Бор, Основа Истинного Поклонения Склоним головы для молитвы Какой удивительный день мы прожили, он наш любящий Небесный Отец И сейчас мы имеем возможность в конце этого дня В качестве его кульминации изучать Твое Святое Слово Предмет нашего изучения сегодня чрезвычайно важен и критичен Мы знаем, что мы не сможем понять его без помощи Твоего Святого Духа Поэтому мы просим, Отче, чтобы посредством служения Твоего Духа Ты пришел к нам на это место А также был вместе со всеми теми, кто смотрит эту программу По различным каналам и средствам телевидения Я прошу, Господи, чтобы Ты Духом Святым говорил с нами С нашими сердцами ясным и понятным языком Благодарим за услышанную молитву Ибо мы просим во имя Иисуса Аминь Я бы хотел начать сегодня с чтения текстов, которые мы изучаем в последние несколько встреч Книга Откровения, глава 14, стихи 6 и 7 «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу» И говорил он громким голосом «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод» Мы прошли третье повеление в вести первого ангела, которое мы сегодня будем рассматривать Первое повеление «Убойтесь Бога», второе повеление «Воздайте Ему славу», третье, разумеется, «Поклонитесь тому, кто сотворил небо, землю, море и источники вод» Первый вопрос, который мы зададим, кто такой этот Творец, упомянутый в вести первого ангела Откроем вместе послание Колоссянам 1 главу Мы прочтем стихи с 15 по 17 Колоссянам 1 глава с 15 по 17 стихи Здесь сказано об Иисусе Христе Заметьте, что там написано «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, дословно первенец всякого творения Ибо им, то есть Иисусом, создано все, что на небесах и что на земле Видимое и невидимое Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано И он есть прежде всего И все им стоит Выражение «все им стоит» означает, что в его руках жизнь всего творения В нем все сотворенное имеет жизнь и все остальное Такое значение имеют современные переводы Библии, как, например, новый интернациональный перевод NIV Итак, Библия ясно показывает, что Творец, упомянутый в вести первого ангела Является никем иным, как самим Иисусом Христом Но теперь возникает вопрос Почему Иисус велит нам поклониться Ему? Откроем Псалом 94 стих 6 Там мы прочтем мотив или причину, по которой Иисус призывает нас поклониться Ему В данном тексте мы читаем «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего» Итак, мотив поклонения заключается в том, что Он Творец, а мы Его Творение Поклонение ожидается от нас, потому что мы были сотворены Иисусом Христом Заметим еще один текст, говорящий о мотивах поклонения 9 глава книги Неемии, стих 6 Неемии 9, 6 Здесь Неемия, вдохновенный Духом Святым, говорит «Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и ты живишь все сие» Заметьте ту же идею, что и в послании к Колоссянам, о том, что Бог поддерживает жизнь, живит, или все им стоит Заметьте окончание 6 стиха «И небесные воинства тебе поклоняются» Какова же причина поклонения? Это тот факт, что только Бог является Господом, и что Он создал даже небеса и все, что в них Для того, чтобы понять весть первого ангела, нам нужно вернуться к истории о сотворении Потому что весть первого ангела открывает нам причину поклонения Иисусу, или поклонения Богу Потому что Он Творец Очевидно, что весть первого ангела направляет наше внимание к книге Бытия, к истории о сотворении Другими словами, мы не поймем весть первого ангела без возврата к первой и второй главам книги Бытия Давайте же обратимся к текстам из первой главы этой книги, стих 31 И мы прочтем по первой стих второй главы Заметьте там несколько интересных деталей И увидел Бог все, что Он создал Кто создал? Бог создал А если точнее? Иисус И увидел Бог все, что Он создал И вот, хорошо весьма И был вечер, и было утро День шестой Так совершены небо и земля, и все воинство их Запомним слово «совершены» Позвольте спросить В какой день Иисус завершил Свою работу творения? В шестой день Слово «совершены» говорит об этом Кто совершил всю работу творения в первые шесть дней? Иисус совершил всю эту работу Совершали ли люди какую-то работу в эти дни? Нет, не совершали Сказано ясно И увидел Бог все, что Он создал Затем сказано, что в шестой день Он закончил эту работу И увидел, что она весьма хороша И его дела были совершены Сейчас нам нужно коснуться следующего дня После этих шести дней Поговорим о седьмом дне Откроем вторую главу книги «Бытие» Стихи второй и третий «Бытие» вторая глава, стихи второй и третий Заветим несколько интересных вещей в этих двух текстах И совершил Бог седьмому дню Дела Свои, которые Он делал И почил Он в день седьмой От всех дел Своих, которые Он делал Тогда благословил Бог седьмой день И осветил его Ибо вон и Он почил от всех дел Своих Которые Бог творил и созидал Дословный перевод Вот мой вопрос Кто совершал всю работу согласно этому тексту? Иисус совершал всю эту работу Бог совершал всю эту работу Об этом говорится снова и снова И совершил Бог седьмому дню дела Свои, которые Он делал И почил Он в день седьмой От всех дел Своих, которые Он делал Тогда благословил Бог седьмой день И осветил Его Ибо вон и Он почил от всех дел Своих Которые Бог творил и созидал Здесь мы ясно видим, что Личность, сотворившая Все в течение первых шести дней Была Богом Или как мы читали в начале нашего урока Иисусом Христом А сейчас я хочу обратить ваше внимание На еще одну очень интересную деталь в этом отрывке Мы снова прочтем этот отрывок И я выделю два ключевых слова И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал И почил Он Заметьте, что Он почил В день седьмой от всех дел Своих, которые Он делал Не упустите следующее слово Тогда, дословно, благословил Бог седьмой день И осветил Его Когда Бог благословил седьмой день? После того, как Он почил в этот день Другими словами Что делает субботу святым днем? Тот факт, что Сам Иисус покоился в субботу На случай, если это не совсем ясно Из слов Тогда благословил Бог седьмой день И осветил Его Что это было после покоя Мы далее читаем Ибо, то есть, потому что Вон и Он почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал Другими словами Иисус совершил все дела творения В первые шесть дней А затем этот же Иисус покоился в седьмой день И по окончании этого дня Иисус благословил седьмой день И осветил седьмой день Теперь нам нужно задать вопрос Что же Иисус делал В седьмой день? Вы знаете, долгое время У меня в уме Была определенная установка Особенно в отношении книги бытия А в частности, о седьмом дне Читая историю творения мира И Божьего покоя В седьмой день Мы никогда не читаем в этой истории О том, что Иисус повелел Адаму и Еве Соблюдать субботу Я думал об этом Существуют другие места Священного Писания Показывающие, что суббота была создана для человека Но, тем не менее, я всегда думал Почему в начале книги бытия Не сказано о том, что Бог повелел Адаму и Еве соблюдать субботу Я хотел бы обратить особое внимание на это Потому что мы к этому вернемся А сейчас мы прочтем один текст Который согласуется с мыслью Только что прочтенной в книге бытия Где сказано, что Иисус покоился Или Бог покоился И после того, как Он покоился в седьмой день Весь седьмой день Он благословил и осветил этот день Давайте откроем четвертую заповедь Божьего святого закона Между прочим, весь первого ангела Ссылается своим способом выражения На двадцатую главу книги Исход На четвертую заповедь Между прочим, прочтенное нами Было сказано Богом вслух И было написано Его собственным перстом На каменных скрижалях Поэтому нам нужно выслушать это Книга Исход 20 глава С восьмого стиха Помни день субботний, чтобы осветить Его Шесть дней работы и делай всякие дела твои А день седьмой суббота Иудейская, да? Нет Там сказано День седьмой суббота Господу Богу твоему И мы прочтем о причинах этого Не делай вон и никакого дела Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой Ни рабыня твой, ни сход твой Ни пришлец, который в жилищах твоих Ибо Сейчас прозвучит причина того Что нам следует трудиться шесть дней И покоиться в седьмой Ибо В шесть дней Создал Господь небо и землю Море и все, что в них Будьте внимательны дальше А в седьмой день почил Посему Благословил Господь день субботний И осветил Его Ясно ли здесь сказано Что Господь или Иисус Покоился в седьмой день А затем Иисус благословил седьмой день И осветил Его Да или нет? Совершенно ясно Итак, первую неделю истории мира Я бы назвал Божьей неделей Или Неделей Иисуса Она была Божьей неделей Перед тем, как стала человеческой неделей Потому что именно Бог трудился в шесть дней И именно Бог покоился в седьмой день Поэтому первая неделя относится только к Богу Первая неделя не имеет прямого отношения к человеку Среди всего прочего Бог сотворил еще и неделю Работая шесть дней И покоясь в седьмой Когда я изучал это Я обнаружил причину По которой Бог не повелел Адаму и Еве Соблюдать и светить в самую первую субботу Вы спросите, в чем же причина? Друзья, мы только что читали в Писании о том Что седьмой день не стал святым до тех пор, пока он не окончился Иисус не освящал субботу до самого окончания этого дня Как же он мог сказать Адаму и Еве В самом начале субботнего дня Свидите субботу, если она еще не была освящена? Более того Как Бог мог сказать Адаму и Еве Соблюдайте субботу, следуя моему примеру Если бы Бог или Иисус еще не дал этому пример И более того И это очень важно Суббота, данная Богом человеку для соблюдения Была не первой субботой в истории человечества А начиная со второй субботы истории Земли Вы скажете, как это так? Это может показаться вам новостью Даже если вы ответите седьмого дня Но эта истина открывается в Библии с большой ясностью Она объясняет причину, по которой Бог не велел Адаму и Еве Святить ту первую субботу А начало именно со второй Что гласит четвертая заповедь? Четвертая заповедь ставит субботу в зависимость от дел творения Потому что она ссылается на сотворение мира Вы соблюдаете субботу по причине творения Интересно отметить, что Бог в четвертой заповеди говорит человеку Трудись шесть дней и в седьмой покойся Хочу спросить При наступлении той первой субботы Работал ли человек до нее шесть дней? Он еще не трудился шесть дней? Так мог ли он в ту субботу соблюсти заповедь Шесть дней делай дела твои, а в субботу покойся? Нет Иисус трудился шесть дней и покоился в седьмой И затем, как гласит четвертая заповедь Иисус сказал Адаму и Еве И всем моих потомкам Теперь, увидев меня, трудящегося шесть дней И почившегося в седьмой день Вы трудитесь тоже шесть и покойтесь в седьмой день Иисус сначала осветил субботу Сначала он показал пример ее соблюдения А затем дал четвертую заповедь Светите субботний день Потому что сейчас, после моего покоя в этот день Суббота освящена Так позвольте спросить Чьим днем является суббота? Суббота это прежде всего день Иисуса И только потом день данный человеку Неделя была создана Иисусом И после этого неделя была дана человеку После своего сотворения Иисусом Между прочим, адвентисты седьмого дня Не единственные, кто верит в субботу Как постановление, связанное с творением Позвольте прочесть вам слова Богослова Евангелетической Церкви Его зовут Генри Моррис Я буду говорить о нем подробнее Немного позже Заметьте, что он пишет в книге Библейский креационизм Страница 62 Господь сам трудился шесть дней Затем покоился в седьмой Установив тем самым Вечный образец Для пользы человечества Что сделал Иисус после сотворения недели? Он установил постоянный Что? Постоянный образец Чтобы следовать такому же процессу и образцу Который показал Бог Позвольте спросить Не является ли суббота Знаком Бога Творца Для человека? Четвертый заповедь Именно об этом и говорит Потому что мотивация в соблюдении субботы Связана с сотворением мира Поэтому сразу же после окончания первой недели Иисус сказал человеку Теперь ты будешь работать шесть дней А в седьмой ты придешь И мы будем праздновать субботу так Как ты видел меня празднующим ее Таким образом отныне и всегда Ты будешь помнить обо мне Как о Творце Суббота будет знаком того Что я Творец И ты будешь помнить об этом отныне Не случайно четвертый заповедь Начинается со слов Помни день субботний Чтобы светить его Помни Библия сообщает нам о том Что суббота является знаком Между Богом и Его народом Я советую вам это запомнить Потому что мы еще вернемся к этому В дальнейших лекциях Прочнем из книги Исход 31 главы 17 стиха Бог говорит Это знамение между мной и сынами Израилевыми Навеки Вы скажете Разве суббота не для сынов Израилевых? Но вы помните Что в Новом Завете Те, кто принадлежит Христу Семя Авраамова И по обетованию наследники Прочтите об этом в послании Галатам 3.29 Если вы Христовы Вы семя Авраамова Поэтому если вы Христовы То вы Израиль Мы читаем Это знамение между мной и сынами Израилевыми Навеки Затем Бог объясняет Почему суббота является таким знамением Заметьте Потому что в шесть дней Сотворил Господь небо и землю А в день седьмой Он почил и что? И покоился Позвольте спросить Является ли суббота Частью плана сотворения мира? Безусловно, да Суббота связана с творением Она предшествует возникновению евреев И не имеет ничего общего В своем первоначальном предназначении С искуплением на кресте Потому что суббота была сотворена В совершенном мире И поэтому не имеет отношения К искуплению и ко кресту Если смотреть на первоначальные намерения Позже она приобрела Дополнительные функции Но с самого начала она указывает на сотворение Поэтому, когда весь первого ангела Велит нам поклониться Творцу Отсылает нас обратно в книгу бытия И мы видим, что знамение Творца И есть соблюдение святого дня субботу Позвольте прочесть несколько утверждений Изумительных цитат Генри Морриса Богословия Евангелической Церкви Который умер в 2006 году Он был сильным сторонником сотворения мира За буквально шесть дней А также основателем организации исследований Посвященных сотворению в Сан-Диего, Калифорнии Заметьте его слова На странице 61-62 Соблюдение субботнего дня То есть дня покоя Было учреждено не этой заповедью То есть не четвертой заповедью Он говорит, что суббота была установлена Не четвертой заповедью Ибо она соблюдалась человечеством Самой первой недели сотворения мира Когда Бог благословил день седьмой И осветил его Потому что он почил от всех дел своих Которые Бог творил и созидал На странице 251 он пишет следующее Существуют веские аргументы В пользу того, что суббота соблюдалась Как Израилем, так и другими народами Задолго до Моисея Однако Слово Божье ясно показывает Что она была учреждена самим Богом Как памятник его совершенного творения И что она хоть кем-то, но соблюдалась В качестве особого дня покоя С тех самых пор В другом абзаце на странице 253 Книги Библейский креационизм Он пишет Спустя столетия Суббота в конце концов почти стала ассоциироваться Исключительно с религиозными церемониями Народа Израильского Несмотря на то, что Творец Осветил ее еще в самом начале Для всех людей Когда этот Творец впоследствии Стал человеком в лице Иисуса Христа Он подчеркивал, что суббота никогда не назначалась В качестве обычного иудейского религиозного ритуала Как об этом стали говорить фарисеи Искажая истину Суббота была дана для пользы всех людей Эти утверждения евангелического ученого Просто изумительны Он утверждает, что суббота связана с Творением И соблюдалась людьми задолго до Моисея И десяти заповедей Но сейчас мы пойдем дальше Поговорим об исходе Израиля из Египта Вы помните знамения, данные Богом Чтобы увековечить исход из Египта Это была Пасха, правда? Позвольте спросить Кто освободил Израиль от египетского рабства И учредил обряд Пасхи? Откроем книгу Исход Главу 3, стихи 13 и 14 Это происходило у горящего куста Изумительное существо явилось Моисею Чтобы говорить с ним Заметьте терминологию, которая используется здесь И сказал Моисей Богу Вот я приду к сынам Израилевым И скажу им Бог отцов ваших послал меня к вам А они скажут мне Как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею Я Есмь Сущий И сказал Так скажи сынам Израилевым Сущий послал меня к вам Я Есмь послал меня к вам Как звали того, кто явился в горячем пусти? Его имя было Я Есмь Моисей сказал Я Есмь послал меня вывезти Израиль из Египта Если вы прочтите 20 главу 1 стих Преамбулу к 10 заповедям То там сказано Я Господь Бог твой Который вывел тебя из земли египетской Из дома рабства Скажите, был ли тот, кто дал 10 заповедей тем же, кто явился в горячем кусте? Да, потому что прямо из горячего куста он говорил Я выведу вас А давая 10 заповедей он сказал Я вывел вас Кто же это? Кто явился в горячем кусте? Кто сказал Я выведу вас? А также дал 10 заповедей Откроем Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 58-59 Иисус здесь вовлечен в общение с иудеями Там написано так Иисус сказал им Истинно, истинно говорю вам Прежде нежели был Авраам Я Есмь О чем Иисус говорил этими словами Прежде нежели был Авраам Я Есмь Он сказал Это я был в горячем кусте Поняли ли иудеи Иисуса именно так? В этом нет сомнений Прочтем стихи 59 Там сказано Тогда взяли камень, чтобы бросить на него Но Иисус скрылся и вышел из храма Пройдя посреди них и пошел далее Так кто же вывел Израиль из Египта? Иисус Кто дал 10 заповедей? Иисус Кто сотворил наш мир в 6 дней и покоился в 7 И своим покоем осветил субботу А затем дал ее людям вместе с неделей Кто это был? Это был Иисус Христос Поэтому суббота принадлежит самому Иисусу Избавителем Израиля был Иисус Другими словами, Творец является и Искупителем Израиля Я спрошу, не эта ли Личность пришла освободить все человечество? Открываем первую главу Евангелия от Иоанна Стихи с 1 по 3 А затем прочтем стих 14 Этих текстов нет в ваших списках Но вы знаете их очень хорошо Что даже не нуждаетесь в их чтении Иоанна 1 глава В начале было Слово И Слово было у Бога И Слово было Бог Оно было в начале у Бога Кто имеется в виду? Что за Слово? И Иисус Читаю дальше Все через Него создано или начало быть И без Него ничто не начало быть Что начало быть? Является ли Иисус Творцом? Да, является Но Он также является Искупителем Теперь стих 14 И Слово стало плотью И обитало с нами Полное благодати и истины И мы видели славу Его Славу как единородного от Отца Был ли Иисус воплощением образа пасхального Агнца? Безусловно Итак, мы видим непрерывную цепь творения Искупление Израиля И Искуплителя Человечества в одном лице Иисуса Христа Читая библейскую историю Вы обнаружите, что пасхальный Агнец Должен был иметь две характеристики В первую очередь Он должен был быть совершенным и беспорочным И когда было установлено Что Агнец совершенен и беспятна и порока Он должен был быть принесен в жертву Кого же Он символизировал Как совершенный Агнец без порока? Он символизировал совершенную жизнь Иисуса на нашей земле Что же символизировало смерть этого Агнца? Эта смерть указывала на смерти Иисуса Вознесшего наши грехи на крест Поэтому пасха имела гораздо большее измерение Чем просто заклание Агнца И поедание горьких трав с пресным хлебом Символ данный Иисусом Израилю Был исполнен им самим Когда Он пришел на землю Но теперь возникает вопрос В какой день и час Иисус умер Как реальный пасхальный Агнец? Откроем Евангелие от Матфея 27 главу Стихи 46-47 Мы прочтем нечто очень интересное Советую сейчас взбодриться И приготовиться к интересному открытию Мы прочтем три последних возгласа Иисуса на кресте Сказано А около девятого часа Заметьте, что не в девять часов ровно А около девятого часа Возопил Иисус громким голосом Или, или, ламаса вахвани То есть, Бог, Боже мой, Боже мой Для чего Ты меня оставил? Это произошло около девятого часа Потому что еще не было девятей Еще не все было сказано Иоанна 19-30 Когда же Иисус вкусил уксуса Сказал Совершилось И преклонив главу Предал дух Но в Евангелии от Луки Вы прочтете, что Он сказал Еще нечто после слов Совершилось Лука 23-46 Иисус, возгласив громким голосом То есть, сказав Совершилось Сказал Отче, в руки Твои Предаю дух мой И сие сказав И спустил дух В какой час дня По-вашему Иисус Испустил дух После слов Совершилось И Отче, в руки Твои Предаю дух мой Точно в 9 часов Вы спросите Пастор Когда же наступает девятый час? Откроем книгу Исход 12 главу Стих 6 Исход 12-6 Мы все еще говорим о субботе Мы вернемся к ней Когда будем иметь Некоторую базу знаний Там сказано О соблюдении Пасхи так И пусть он хранится у вас Пасхальный Агнец До 14-го дня сего месяца Тогда пусть заколет его Все собрание общества Израильского вечером На древнееврейском Это слово буквально означает Между двумя вечерами Вы спросите Неужели евреи имели два вечера? Да, имели Что же это за два вечера? Первый вечер начинался Когда солнце достигало зенита И начинало опускаться Мы знаем, что в научном смысле Солнце на самом деле не опускается Мы просто так выражаемся Итак, солнце достигает зенита И начинает опускаться Так начинается первый вечер Даже на испанском языке Часы после полудня Называются парде Другими словами Первый вечер Это когда солнце Начинает опускаться После зенита Второй вечер Начинается после захода солнца С самим заходом Вопрос такой Что же можно считать серединой Между двумя вечерами? Этой серединой будет Девятый час Или три часа По нашему времени Таково соотношение наших часов Третий час По нашему Девять утра Когда Иисуса распяли Шесть часов Это полдень А девять часов Это три часа дня Другими словами Иисус Умер точно в то же время В которое должен быть Закалываться Пасхальный Агнец В три часа В день Страстной Пятницы Как ее называют Христиане Сейчас я прочту Отрывок из Писания Который открывает нам Последовательных дней Этих событий Мы увидим Что Иисус Умер в Пятницу Был похоронен И оставался В погребальном склепе Всю субботу И воскрес В первый день недели Евангелие от Луки 23 глава Стихи С 54 по 56 Здесь мы находим Хронологическую последовательность Мы знаем Что Он Умер в три часа дня Между началами Двух вечеров В какой же день Это было? Послушаем День тот То есть день распятия Смерти Христа День тот Тут была пятница И наступала суббота Была ли уже суббота? Нет Была пятница Стих 55 Последовали также и женщины Пришедшие с Иисусом из Галилеи И смотрели гроб И как полагалось тело Его Возвратившись Возвратившись же Приготовили благовония И масти И в субботу Остались в покое По заповеди Что же эти женщины Делали после осмотра Склепа? Они покоились Скажите Была ли какая-то срочность В том, чтобы снять тело Иисуса с креста В пятницу? Да Почему существовала такая срочность? Потому что Он не мог остаться На кресте В субботу В этом есть глубокий смысл И значение Помимо законничества иудеев Видите ли В начале субботы Иисус должен был Быть уже готов к этому Подобно пасхальному агнцу В пасхальный вечер Затем Скорее всего С заходом в солнце Израильтяне уже ели Пасхального агнца Иисус умер в три часа Его тело должно было Быть приготовлено К погребению Чтобы его тело Покоилось в огробе Весь субботний день Другими словами Иисус совершил В искуплении То же что совершил И при сотворении В шестой день Он воскликнул На кресте Совершилось Мы также читаем Слово Совершены В книге Бытие После описания Шести дней творения Иисус сказал Я искупил человечество Я уплатил Цены искупления И затем Он испустил Дух И был положен В огробе Чтобы покоиться Там В субботу Чтобы окончательно Убедиться в этом Нам нужно открыть Шестнадцатую главу Книги Исход Суббота В искуплении Была конкретная Причина По которой Иисус Должен был Оставаться в огробе В субботу Исход Шестнадцатая глава С девятнадцатого По двадцать первой Стихи И сказал им Моисей Никто не оставляй Сего до утра Манна собиралась На каждый день Кроме как в пятницу На субботу Никому не было позволено Собирать манну На следующий день Стих двадцатый Но не послужили они Моисея И оставили от всего Некоторые до утра Что же случилось И не покроется червями Какой продукт Плоть покрывается червями И смердит Плоть Разлагающаяся плоть Верно Заметьте что было Когда манна Собиралась в пятницу На два дня Исход Шестнадцатая глава Двадцать третий Двадцать четвертый стихи И он сказал им Вот что сказал Господь Завтра покой Святая суббота Иудейская Нет Господня Почему суббота Называется Субботой Господней Потому что Господь сперва Соблюл ее сам Это его день И только после этого Он дал ее человеку Бог говорит Она моя Прежде чем Стала твоей Итак И он сказал им Вот что сказал Господь Завтра покой Святая суббота Господне, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, это сделали в пятницу, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. Чему же Бог желал научить нас тем, что манна не разлагалась? С пятницы на субботу. Сперва нужно знать, что символизировала собой эта манна. Откроем Евангелие от Иоанна 6, глава 51 стих. Большинство комментаторов упускает это мессианское значение истории о манне. Бог желал научить не только соблюдение субботу в случае с манной. Он хотел показать, что Иисус соблюдал субботу, когда Он умер на кресте и покоился во гробе, и Его тело не увидело тление. Иоанна 6, 51. Здесь Иисус говорит «Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, плоть Моя, которую Я дам за жизнь мира». Что же символизирована манна? Плоти Иисуса. Вопрос. Когда Иисус покоился во гробе в субботу, подверглась ли Его плоть какому-то гниению или разложению? Нет, потому что Он был живой манной. Как манна, собранная в пятницу, не разлагалась в субботу, так и Иисус умер в пятницу, но Его тело не разлагалось в субботу во гробе, потому что Он был живой манной. Заметьте пророчество из книги Псалтырь, 15 глава, стихи с 8 по 10. Это не просто придумано кем-то. Библия учит этому. Псалом 15. В этом мессианском пророчестве сказано «Всегда видел я пред Собою Господа, ибо Он одеснуй меня, не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое и возлевеселился язык мой, даже и плоть Моя успокоится в уповании». Что произошло с плотью Иисуса? Она покоилась в уповании. Почему она покоилась в уповании? «Ибо ты не оставишь души моей в аде». В современном переводе сказано «Ты не оставишь меня в могиле, и не дашь святому твоему увидеть тление или гниение» в современном переводе. Что же произошло, когда Иисуса поместили во гроб? Его тело не увидело тление. Что произошло бы с обычным телом? Начался бы процесс разложения. Но с телом Иисуса не так, потому что Он был живой манной. Другими словами, Бог желает показать следующее. Когда Иисус покоился во гробе в субботу, в ту же субботу, из 16 главы книги «Исход», Его тело не увидело тление, потому что Он был живой манной. Ударение падает на тот факт, что Он покоился в субботу от Своих дел искупления, и Его плоть не увидела тления. Давайте взглянем на исполнение этого пророчества в книге «Деяний», в 2 главе, стихах с 25 по 27, а также в 31. Итак, «Деяние 2 глава». Здесь цитируется тот же псалом, который мы прочли. «Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одеснуй меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Более того, дословно говорит Петр на Пятидесятницу, «более того, даже и плоть моя упокоится в уповании». Что будет с плотью Иисуса? Она будет покоиться в уповании. Далее, точный перевод гласит, «Ибо ты не оставишь меня в могиле, и не дашь святому твоему увидеть тление». Теперь стих 31 объяснит, что это значит. «Видя будущее», дословно, «Видя будущее», он прежде сказал о воскресении Христа. Давид сказал о воскресении Христа, «что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления». Говорил ли Бог, что тело Иисуса будет покоиться во гробе в субботу и не будет разлагаться? Конечно, говорил. Поступил ли Иисус точно так же после того, как искупил человечество, как и после того, как сотворил человечество? Конечно. Что же Он сделал? Он покоился в седьмой день, и при том весь седьмой день, потому что Он был положен в огробе перед наступлением субботы. И Он оставался в огробе всю субботу. Некоторые христиане говорят, «Я предпочитаю соблюдать воскресение, потому что это радостный день, а суббота была печальным днем». Изумляет количество разумных аргументов, которые способны произвести человеческий мозг. Дело в том, что та суббота не должна была быть печальным днем. Иисус сам сказал ученикам, что направляется в Иерусалим, где примет смерть и воскресит на третий день. Если бы они послушали Его, то этот день стал бы для них днем славного ожидания. Они поняли бы слова Иисуса о том, что Он завершил миссию искупления и что Он уже покоится во гробе и воскреснет уже завтра. Этот день был бы днем радостного ожидания. Между прочим, воскресение не было таким уж счастливым днем, потому что еще ночью в субботу ученики даже не верили в то, что Он воскрес. Как они могли радоваться? Нам нужно быть осторожными со всеми аргументами, которые мы слышим. Если бы ученики поняли то, чему их желал научить Бог через это пророчество о покое тела Иисуса во гробе, то суббота была бы для них славным днем. Они бы поняли, что Мессия покоится от своих дел искупления, как Он покоился от своих дел творения. Некоторые христиане говорят, Иисус воскрес в воскресенье, потому что Он хотел показать церкви особую святость воскресенья. Но мы сами видим, что фокус совсем не на воскресенье, а на субботе. Послушайте, для того, чтобы Иисус упокоился во гробе всю субботу, Он должен был воскреснуть в воскресенье. Но не так важно то, что Он воскрес в воскресенье, как то, что Он покоился в гробе в субботу. Но христиане часто придают большее значение именно воскресенье. Но нет, Его покой в гробе важнее, а поскольку Он покоился в субботу весь день, Он должен был воскреснуть в первый день недели. Изумительно, что на протяжении святой недели христиане часто упоминают Святую Среду, Святой Четверг, Страстную Пятницу, Воскресенье Христа, имея в виду воскресенье. Но кто сегодня вспоминает о субботе и ее роли в этой неделе? Никто не упоминает о субботе в течение святой недели. Этот день как бы пренебрегается. Итак, повторим. Иисус умер в три часа дня в пятницу посредине между двумя началами вечеров. Его тело было снято с креста и приготовлено для погребения перед тем, как началась суббота. Незадолго до захода солнца его тело было положено в гробницу. Он покоился от своей совершившейся миссии искупления. Его тело не разлагалось во гробе, потому что он был живой манной. Затем Иисус воскрес в первый день недели не для того, чтобы сделать этот день святым, но потому что в предыдущий день он должен был покоиться в гробнице в субботу. Позвольте спросить, что же делать субботу святым днем? Мы читали в книге «Бытие», а также в четвертой заповеди, что субботу святым днем сделал именно покой Иисуса. Он покоился в этот день и поэтому благословил и осветил этот день. Разве не так у нас, учат Библия? Что же делает субботу святым днем? Именно покой Иисуса Христа. Для того, чтобы называть воскресенье святым днем покоя, нужно доказать на основании Писаний, что Иисус покоился в первый день недели. Потому что только Его покой сделает святым этот день. Но Иисус просто не мог покоиться в первый день недели. Иисус покоился в субботу в гробнице, подобно тому, как и при сотворении мира осветив, тем самым субботу повторно. Друзья, Сатана сделал все возможное для того, чтобы стереть произошедшее с Иисусом Христом из памяти людей. Он постарался изгладить знамение Творца, субботу, потому что она напоминает нам об Иисусе, нашем Творце и Искупителе. Поэтому Он, пытаясь устранить это знамение, пытается стереть из нашей памяти существование самого Иисуса и важность истинных, связанных с Ним. Сегодня люди предоставляют всевозможные объяснения существованию мира. Дарвинистская эволюция, творящая безличностная сила, разумное сотворение, прогрессивное сотворение, теистическая эволюция, теории Нового века и так далее. Если бы только люди соблюдали седьмой день недели, ни одна из этих теорий не была бы принята. Потому что Библия ясно говорит, Иисус сотворил мир в шесть дней и покоился в седьмом. Точка. Так говорит Писание. Трагичность положений состоит в том, что эти философии, упомянутые мной, уже не просто принадлежат вере секулярных гуманистов, скептиков, агностиков, атеистов, материалистов и эволюционистов. Они уже стали учением христианских церквей и даже некоторых ученых церкви адвокатистов седьмого дня. Позвольте прочесть вам утверждение из римского католического катехизиса. Это последний катехизис от 1994 года, страница 87. Католический катехизис открыл дверь для теории эволюции. Послушайте, что там сказано. Сам Бог сотворил видимый мир и все его изобилие, разнообразие и порядок. Писание отображает дела Творца, выслушайте следующее слово. Оно очень важно, и вам нужно выслушать его. Писание отображает дела Творца символично, символично, как последовательность шести дней божественных дел. Эти тексты стали не буквальными, а символичными. Они открывают широкую дверь для теории эволюции. Итак, Писание отображает дела Творца символично, как последовательность шести дней божественных дел, завершающихся покоем седьмого дня. Вы помните Иоанна Павла II, которого любил весь мир? Он не только приоткрыл эту дверь, но и широко распахнул ее. Заметьте, что он сказал в своей речи за 22 октября 1996 года в Академии ученых Понтифика. Он сказал так. Следует отметить, что эта теория, теория эволюции, была постепенно принята исследователями после серии открытий в различных областях знаний. Сходность всех этих исследований ученых, то есть сходство, не было ни придумано, ни сфабриковано. Результаты исследований, которые проводились независимо друг от друга, сами по себе являются значительным аргументом в пользу этой теории. Конец цитаты. Позвольте прочесть сообщение из газеты, говорящей об этом событии, речи Иоанна Павла II. Газета называется «Трибуна Чикаго» за 25 октября 1996 года. В ключевом высказывании о позиции Римской католической церкви в отношении эволюции, Папа Иоанн Павел II провозгласил, что эта теория – нечто большее, чем просто гипотеза, и что эволюция вполне совместима с христианским учением. В письменном обращении к Академии наук понтифика Папа сказал, что теория эволюции была подтверждена или доказана научными исследованиями и открытиями, проведенными со времен Чарльза Дарвина. Буквально в значении библейский взгляд на начало жизни и научный взгляд Дарвина кажутся непримиримыми. В книге «Бытие. Сотворение мира и Адама» первого человека заняло шесть дней. Эволюционный процесс генетических изменений и естественного отбора выживания и умножения сильнейших новых видов заняло миллиарды лет, согласно ученым. Итак, главным образом Иоанн Павел II сказал, что эволюция совместима с христианским учением, и что этот мир, возможно, начал существовать благодаря процессу эволюции. Знаете ли вы о том, что многие евангелические ученые сегодня учат тому же? Ученые известных евангелических течений сегодня учат идеи о прогрессивном сотворении, или что Бог использовал эволюцию в качестве своего метода сотворения, и что смерть поэтому существовала задолго перед возникновением греха, что Бог использовал процесс эволюции, выживания сильнейших, когда животные убивали друг друга, чтобы стать более высокоразвитыми существами. Что же это за Бог, который не может сказать, чтобы сделалось? Почему ему нужно было использовать еще этот процесс, одобряя смерть миллионы лет, прежде чем появился этот мир? Что же это за всемогущий Бог такой? Я служу не такому Богу, я служу совершенному Богу, я служу не тому Богу, которому нужно пройти через много пробы и ошибок, чтобы в конце концов создать мир. Многие ученые даже в адаметизме заново объясняют дни творения, называя их долгими периодами времени. Многие из наших ученых используют метод исторического критицизма. Некоторые даже говорят, что книгу Бытие написал не Моисей, называя ее результатом труда нескольких различных авторов. Они согласны с тем, что Моисей вместе, якобы с другими писателями, Бытие верили в то, что дни творения – это буквальные дни, но Моисей ошибался, потому что наука это доказывает. Доказывает противоположно. Вот какие идеи они распространяют. И это несмотря на факт существования сильнейших библейских аргументов, показывающих дни творения как буквальные дни. Прежде всего, если вы прочтите главные еврейские лексика, то есть словарь древнееврейского языка, к примеру, словарь Халлудейс или Браун, Прайберн, Брикс, возможно, самый известный лексико-словарь, они все говорят, что в книге Бытие, независимо от интерпретации перевода, автор, написавший эту книгу, несомненно считал эти буквальные дни, дни буквальными 24-часовыми сутками. Возьмите, к примеру, выражение о истории творения. И был вечер, и было утро, и день первый. Может ли это значит, что вечер и утро длились первые несколько миллионов лет? Выражение вечера и утра показывает буквальность суток. Более того, в Ветхом Завете слово «день» с числительным прилагательным используется 150 раз. И каждый раз слово «день», то есть слово «ем» по-еврейски, которое употребляется с числительным, указывает на буквальные 24-часовые сутки. Так что же нам делать с четвертой заповедью? Четвертая заповедь гласит, «Шесть дней работай, а седьмой день покойся, потому что Бог шесть дней работал и покоился в седьмой». Если мы будем придавать слову «день» значение в миллион лет, то как же нам следовать примеру Творца? Эта логика рушится на глазах. Трудиться шесть буквальных дней, соблюдать седьмой, по той причине, что Бог трудился в шесть дней и покоился в седьмой, в таком случае значит, что Бог требует от нас невозможного. И опять же, все сводится к тому, имеете ли вы веру или нет. Вера к учению имеет прямое отношение. Я скажу вам, что я делаю выбор верить тому, что Бог сообщает нам в Своем Святом Слове. Способен ли дьявол, по-вашему, перевернуть все вверх дном, выставляя эволюцию за хорошее учение? Лучше вам поверить в это. Все, что мы можем сделать, довериться Слову Божьему. В конце нашей встречи я хотел бы поговорить о субботе в значении будущего. Суббота не только указывает на Иисуса как на Творца, не только указывает на Иисуса как на Искупителя. Она является также и пророчеством о будущем покое, которое мы будем иметь в грядущем Царстве. Прочем в 66 главу книги Исаии, стихи 22-23. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, Господь сотворит новое небо и новую землю, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя Ваше, и имя Ваше». Тогда, то есть, когда Он сотворит новое небо и землю, согласно контекста, «Тогда из месяца в месяц...» Другой перевод гласит «из новолунии в новолунии», но «из месяца в месяц» будет более правильным, ибо Луна указывала на начало нового месяца. «Из месяца в месяц...» Испанский перевод тоже говорит «из месяца в месяц». «Из воскресенья в воскресенье...» Нет, не так написано. Это не может быть воскресенье, потому что Иисус не покоился в этот день. А ведь именно покой Иисуса делает субботний день святым. «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом Моим на поклонение», говорит Господь. «Будет ли в будущем суббота знаком поклонения Творцу, новой земли и нового неба?» Да, мы имеем три причины для соблюдения субботы. Первое. Иисус сотворил мир в шесть дней и покоился в субботу. Второе. Иисус искупил наш мир и в конце шестого дня воскликнул «совершилось» и покоился в гробнице в субботу. Третье. Суббота – это предъяснение будущего, когда Иисус, сотворив новое небо и землю, скажет «совершилось», и Он войдет в покой со Своим народом в грядущем царстве. Вы спросите, как понимать слова из месяца в месяц или из новолуния в новолунии? Это очень просто. Мы будем соблюдать на новой земле не только субботу. Мы также будем каждый месяц приходить вкушать от особого дерева. В книге Откровения, 22 глава, 1-2 стихи, мы читаем «И показал мне чистую реку, воду жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иогнца. Среди улицы его, в Новом Иерусалиме, среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой». Вы понимаете, что мы будем делать каждый месяц, приходя на поклонение к Богу? Мы будем есть от дерева жизни, чтобы обновиться в силе или подзарядить батареи, если хотите. Почему же будем приходить из субботы в субботу, чтобы праздновать новое творение? Между прочим, некоторые неверно понимают стих из книги Откровения, 21-23, где сказано «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнес». Некоторые говорят, что на новой земле не будет ни ночи, ни дня, ни месяцев, ни дней, но если там кто-то будет соблюдать субботу, то неделя там точно будет. Если будут приходить из месяца в месяц, то месяца тоже будут. Если будет месяца, то будут и года. Вы успеваете за мной? О чем же говорит этот текст? Он говорит не о всей земле, а о городе. И там не сказано, что солнца и луны нет. Там сказано, что город не имеет в них нужды. Будем читать внимательно. «И город не имеет нужды и в солнце, ни в луне для освещения своего». Этой нужды нет, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнес. Итак, в этом городе свет будет настолько ярким, что вы даже не увидите на его фоне солнце и луну. Это похоже на включение дальнего света в городе Фрес на днем, в июле месяце, в полдень. Кто увидит эти фонари, даже если их включить? Этот свет почти не виден, потому что более великий свет делает его незаметным, так что люди его не видят. Друзья, последний конфликт на земле будет иметь дело с поклонением. И будут два знака поклонения. Мы об этом поговорим позже, о печати Божией и начертании зверя. Первое знамение – знак поклонения Творцу. Весь первого ангела гласит, «Поклонитесь сотворившему небо и земли и море и источники вод». Об этом невозможно говорить, не затрагивая соблюдение его Святой Субботы. Но существует и другая власть, обозначенная словом «зверь». Мы поговорим об этом власти позже. В мире будут люди, которые поклонятся этому зверю, который, очевидно, будет поддельным Творцом. Он может не называть себя таковым, но он таковым является. Откровение 14, глава стихи 9-10. «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое, на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Две власти претендуют на поклонение человечеству. Два знамения. Одно сотворено Богом перед грехопадением, второе создано человеком греха. Вопрос таков, какое знамение мы примем? Знамение, установленное Богом, или знак, установленный зверем, как знак его власти, его авторитета? Это будет решением, которое мы должны будем принять. Я молюсь Богу о том, чтобы Бог помог нам принять верное решение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перевод и озвучивание Кожевникова Павла